здравствуйте меня зовут татьяна и я рада вас приветствовать на канале которая так и называется татьяна кельмяшкина получила сообщение суть которого сводится к следующему таня поняла суть вывязывания вещей стильно вязаной планкой если не сложно покажите пожалуйста тот период когда на спицах становится не количество петель которые мы выбрали для планки а уже количество петель для вывязывания реглана сверху как вы набираете петли на этот самый язычок под язычком подразумеваю вот я как-то ролики назвала потому что сообщение это было под роликом где называла именно язычком вот эту цель навязанную планку давайте я вам сейчас покажу сразу предупредив я вижу не как надо а как вижу по правильному нужно набрать набросовую ниточку и вязать в одну сторону и в другую сторону нашу будущую планку но так как у меня все методы бабушкины вяжу я по какому-то знаете наите и просто об этом сразу предупреждаю я иначе вязать не умею это не хорошо неплохо принято плохо но просто у нас очень много школ по вязанию там можно найти как нужно вязать возможно я когда нибудь поумнее но сейчас не хочу у меня интуитивное вязание но меня устраивает итак на спице номер восемь я сразу вру это рекомендуют восьмерку так давайте по порядку пряжа alize superlano maxi цвет ты рады 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 805 синий крапинку рекомендует спица как раз с восьмеркой связано а я ведь сегодня с утра по пруда 8 10 я попробовала на восьмерке я по нижней границе всегда беру был бы плед вязала бы на восьмерке на девятке может быть на десятке но все-таки кардиганчики решил взять на номер меньше то есть я взяла семерку смотрите мне так и кажется что макси что это я сейчас вижу собираюсь вязать кардиган что вот я совсем недавно вязала марципан мне кажется макси не то мои руки помню другую макси возможно даже как-то пушнее что ли в общем спица номер семь я отвлекаюсь и пряжа alize superlano maxi для кардигана я беру две упаковки в упаковке 5 мотков то есть килограмм килограмм не уходит но мне очень спокойно вязать знаю что мне хватит вот такая я вязальщица продлия длину особенно если вы высокие человеке то уйдет но у меня всегда остается на 10 мотков мне это совершенно не мешает малочки свяжу спицы номер 7 схватиться не схватиться спицы drops поверьте на слово 7 теперь точно все сказал и вот при значит это чего такое у нас муть мутная и вот при таком сочетании пряжи спиц и моей плотности я для планочки взяла 10 петель 10 петель это сейчас они потом превратятся сейчас кромочная 8 кромочная а потом одна петелечка уйдет то есть вот это потом будет телом кардигана у меня останется 8 и кромочная 9 так как вязка платочная имейте это в виду при расчете потому что хотим и того или не хотим платочная вязка всегда вытягивается если мы это не учтем потом будет некрасиво давайте я все клубки уберу и продолжим разговор какой вопрос может возникнуть 1 почему именно столько петель на ширину планки конечно же мне так хочется можно ответить кроме того я ориентируюсь на будущее пуговицы на размер пуговиц обязательно надо ориентироваться кроме того у кого-то это будет обусловлено рапортом рисунка ведь планочка может быть какая-то ажурная красивая до косичка здесь листочек ажур что угодно что угодно здесь может быть по схеме я просто лентяйка я схемами не пользуюсь уже смотря какой раппорт конечно же толщиной пряжи я уж об этом молчу у меня будет так какой длины вязать планку это планочка ляжет вот так на спину вот здесь будет наша шея и нам нужно расстояние грубо говоря отключиться до ключица перекинутой через шею еще раз вы смотрите рисуночек может растягиваться платочка точно то есть в этой нашей планки уже заложено точно спина точно будущее рукава будущее спина петли точнее спины петли рукава и зачаточки зачаточки будущих полочек но планка сама собой пойдет она у нас уже есть связав образец умные люди я все буду говорить как у правильных людей высчитав все это по образцу сколько петель надо на спинку сколько петель на один рукав сколько на 2 надеюсь одинаковое количество вы для себя вычисляете сколько вам нужно вязать рядов это немножко не мой случай вижу как всегда вслепую вам свежи как мне только поменьше вот так вот я вижу но ничего страшного не впервые мне очень нравится что молодежь на эти подростки они могут один тот же кардиган знаете на 42 размеры напялить и в прекрасно себя чувствуете и на 48 чувствовать не хуже меня вот такое вот так сказать отношение что ли к вещам она помогает мне вязать я для себя решила вы высчитайте пожалуйста я для себя решила что на спинку у меня будет положено 10 петель на рукава по 4 петли линии реглана будет в одну петелечку и вот эти зачатки полочек вообще как-то я же много видео пересмотрела одну петельку закладывают вот так как вот это вот крайне на которой сейчас уже есть леска уйдите все пожалуйста с экрана дайте нам фокус вот это ведь тоже петелька не до петелька поэтому вот эту одну плюс вот эту я тоже буду считать она вроде как петелька планки но она у меня уйдет в полотно и останется 8 вот это вот планочка останется я как-то на полочку закладываю получается 2 одну прям полноценную одну тоже полноценную куда от нее деваться таким образом я считаю по краешку что мне нужно кому-то одну мне две смотрите две петельки на будущую полочку это прям зачаток полочки одну кстати я считаю по кромочным в данный момент что же никакого нет этого здесь хорошо видно в данный момент я считаю по кромочным если здесь был другой рисунок возможно я считала кромочные бы не брала считала именно петельки из первых петель рисунка здесь я уже как-то привыкла по платочки считать по кромочным значит мне будет нужно две петельки на полочку одну петельку на линию реглана 4 петелечки на рукава одну петелечку на реглан 10 петелечек на спинку одну петелечку на линию реглана 4 на рукав петелечка реглана и две петелечки которые будут ну будущими полочками я всегда беру полноценную это что на спицы ну а планка она у нас планкой здесь какой важный момент может нас встречать раньше я не обращала внимание вот я сейчас провяжи один рядочек да вот будь у меня нитка здесь а мне же нужно начало ряда я прям вот беру вот она начала ряда и пошла сюда вязать в таком случае все это приходит через опыт вот этот хвостик вот этот хвостик он останется где если я вот отсюда начну вязать ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды и вот краешек планки представляем вот тут скоро будут все он уйдет в полотно и он там спрячется его никто не увидит раньше не зная это я оставляла свой хвостик могла оставить здесь до что получалось начало ряда когда у меня вот здесь допустим вот здесь начало ряда потом я хочешь не хочешь этой спицей набираю по краешку сейчас мы с вами сделаем набрала 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 и у меня хвостик вот тот хвостик который нормальные люди делают серединке я об этом вначале сказала прошу сразу понятие простить он у меня будет где правильно на самом что у меня есть лице и мне нужно будет потом прятать этот кончик я спрячу спрячу так что он заметно не будет но все таки я теперь пришла к такому значит ну останавливаюсь вязать я планку тогда когда начало ряда вот у меня ниточка сейчас расположена вот она нитка я прям сейчас вот начну вязать ряд начинаю и пошла 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 только здесь не остановлюсь я пройду дальше сейчас на это все подберем сные др 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 здесь я прям не замечаю этого хвостика буду вязать и он у меня потом будет где-то в изделии вас прячешь а здесь ничего не будет если вы тоже не пулюцкие будете вязать как я то не тужите спицы при наборе вот как только вы начинаете набирать петли не тужить и спит не не тужите петель и как только вы начинаете набирать до номера 5 я набираю на 2 петли до номера спиц pierke потом я набираю на одну но вот кто сейчас сильно затужит здесь тот и получит здесь ну как сказать будет видно прям планка она начнет нарастать здесь как-то все узко 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 будет и потом начнет нарастать планка и этот шел будет заметен я уже со временем он у меня так слабенько все это сделано что этого шва никто не заметит почему я и не парюсь по поводу даже если заметят я не парюсь по поводу того что в серединке набирайте пожалуйста петли довольно таки опять же если пойдет неправильным путем лучше идти от серединки очень так слабенько набирайте петелечки слабенько и тогда все будет хорошо тогда у нас вот прям видите они слабоватенькие таким образом начнется вязаться планка и здесь ничего не затужится этот момент сказала так сейчас я все здесь чего не только нет порядке на виду этот момент сказала что надо останавливать видочек так говорю про вижу я еще один вот здесь остановись у меня получится что этот хвостик сюда вот как у меня это выглядит это ниточка вот здесь начало ряда вот сейчас я здесь буду набирать и хвостик он уйдет потом в полотно здесь же будет нарастать спинка и все что угодно как набираю я петли беру вот эту спицу и набираю кто-то может подхватить сразу две петельки и сразу их провязывать я подхватываю одну петельку это остается у меня ну как шов что здесь красиво все останется это у меня уже на спице вот она ну да на леске на спице поэтому она все равно считается уже одной из петельчик будущей планки так знаете сейчас накинул вот эту штукенцию где моя изольда изольда выручай чтобы уж поняли все даже те кто не хочет понять вот посмотрите расстояние отключиться до ключица представим что это мужчина у нас вот тот самый хвостик который уйдет в полотно я же сейчас наберу петли и здесь и здесь и буду продолжать вязать дальше подрастянется немножко еще планка вот этот хвостик важно и оставить ничего страшного если вы оставите здесь не будет надо просто будет аккуратненько прятать а мне не надо будет аккуратненько прятаться мне можно прятать как я хочу прятать нет конечно шучу тоже аккуратненько теперь теперь надо распределить петли на будущий рукав я решил что мне это 4 долго думала 5 или 4 лучше потом по прибавляю вот две петли это зачаток будущей полочки у меня 4 рукав 10 как я уже сказала спинки 4 рукав и 2 полочка которая потом пойдет расти вот это самая планочка но я молчу что планку нас будет продолжаться это уже само собой вот итак набираем петли и помним что теперь у нас рядочки будут не вот такие маленькие туда суды туда суды все мы это отвязали рядочки у нас теперь будут туды суды туда суды и мы будем наращивать петли как в обычном реглане 1 петелечка будущий полочки уже есть вот 2 вот реглан и конечно же линии реглана линию реглана нам нужно пометить маркером кто как помещает кому как удобно я в самом теле так сказать помещаю потом 4 петли рукава 1 2 3 4 потом петелечка будущего реглана реглана линии имеется ввиду потом в моем случае 10 петель спины пожалуйста я сама не знаю 12 ли надо семь ли надо было бы рядом померила раз два три 4 5 6 7 8 9 10 он похудеет а ля шиньки то ля шиньки тогда делал помнить но я все рассказывала в том ролике так я не удивлюсь если талян померят на себя все разбудить я в последнее время метаморфоза эти вязание даже не вращая внимание линии реглана и раскрыла вот я заранее что 4 петли рукавчика все-таки на 4 оставлю остановлюсь сейчас пока буду делать подрез они нарастут 1 2 3 4 рукав линия реглана кому-то нравится не так маркер ставить а до регланной линии и после ставьте пожалуйста не они вообще мешаются это я сейчас чтобы вам показать мне какая-то чувака уже и две петли зачатки будущей полочки посмотрите вот одна петель чека она такая хорошая прям вот она а второе вроде и нет но я ее все равно захвачу я могу ее игнорировать вот не вовремя телефон ты фигней страдаешь я могу вот эту петлю игнорировать и переходить сразу на полочку но я этого делать не буду я все-таки подхвачу вот эту петлю это уже как вам сказать по наитию приходят так и у нас осталось подобрать раз два три четыре пять шесть семь восемь петель планочки вот почему нам заметных не будет видите вот этот бугорочек а сейчас я буду вязать ряд и пройду здесь свяжу как как так и надо и мне еще нужно кромочную подобрать я ее подбираю телефон только не сейчас вот этот прям вот я не знаю как узелок не узелок вот это вот начало ряда если я его во внимание не возьму где-то здесь подберу и оставлю вот так сразу будет это видно это сразу будет видно как какой-то пропуск вот здесь будет такая лесенка это не нужно я сейчас все все сравняю я эту ну не знаю как это так узелочек пумпочку какую-то и и подхвачу и она у меня пусть она пока вот видите на эту спицу не лезет не брали ну как сказать не обижайтесь на нее на махонькая ее можно провязать настоять так сказать и тогда наша планочка будет прям без всяких лесенок все все мы по набрали вот тот самый переход наверное о котором вы просили я просто до этого и теперь у нас как перешли петли планки вы написали в петли будущего реглана вот так они перешли это у нас уйдет в тело так теперь у каждой из нас выбирает тот узор которым будет вязать я еще пересмотрю ролики посмотрю на этом ли количество и остановлюсь и буду вязать если я все-таки немножечко здесь все-таки 5 добавлю и петель 12 на спинку тогда я довяжу планку я мне еще нужно подумать мне еще нужно подумать я это сделаю просто пока светло пока я могу вам показать я вам показываю вот у нас начинаются ряды так мы вяжем планку продолжаем платочкой здесь для начала попробуйте лицевыми и ну любой я наверное кукурузку так выберу пока я еще не решила кто-то говорит что при цель навязаны планки не надо вывязывать росток я вывязываю как я это делаю дайте мне какую-нибудь указку теперь когда мы будем вязать туда-сюда нам нужно чтобы наши рукава расширялись и спинка расширялась конечно же и вообще все расширялась я на рукава условно сейчас положу как я буду вязать росток вот оно начало ряда я провяжу конечно же так вот у нас сделаю прибавку перед регланной линией провяжу рукавчик сделаю прибавку сейчас провяжу спинку сделаю прибавку выйду сюда и захвачу я вот я еще не продумал но смотрите или одну или две петельки смотря сколько вы хотите крутиться я наверное так всего четыре то если было бы пять петель я взяла бы например одну я петлю захвачу развернусь и без всяких прибавок вернусь где перейдя одну петлю рукава с этой стороны разворачиваюсь и опять с прибавками около регланных линий обязательно с прибавками захвачу еще одну и вот так я буду крутиться четыре раза четырех раз на рукавочках или три я посмотрю как будет нарастать полотно здесь надо все по наитию смотреть вот и выходя на полочку наверное тоже один раз вот здесь одна петелька есть на полочке тоже провяжу подрез про выполняете это сначала лицевой пройдите этот путь лицевой теперь у нас наверное еще останется вопрос по то есть около регланной линии я буду прибавлять в каждом втором ряду если чувствую когда полотно будет прибавляться и это уже многовато я может где-то во втором третьем я все смотрю по сути нам осталось решить а вот здесь то прибавлять около именно полочки как здесь будет все зависеть от того как мы желаем чтобы наша горловинка была небольшой не слишком продолговатый тогда конечно прибавки нам надо делать почаще каждый раз это будет обусловлено и размером ниточки может быть через нет размером нитки наверное почему еще то и если мы желаем чтобы наша горловина была более вытянутой более глубокой тогда мы прибавки делаем пореже просто имейте ввиду сейчас когда мы будем вот наша планка рукава спина делать прибавки около каждой регланной линии в каждом втором в каждом втором это обязательно а вот здесь около планочки тоже начнем в каждом втором горловинка число петель планки двух планок в сумме даст число петель на спинке очень быстро и здесь нам нужно прекратить уже прибавки по планке но рукава смотря какие мы желаем если мы будем прибавлять допустим в каждом четвертом то естественно сумма петель на планке чуть дольше будет догонять петли спины кстати почему игры планки полочек полочек конечно полочек петли планки вообще живут своей жизнью мы их не учитываем петли планки вот планка и планка они живут своей жизни а вот именно петли полочки начинают начинают прибавляться полочки начинает прибавляться и вот одна полочка плюс вторая полочка в сумме должны дать вот спинку и здесь уже только мы решаем порежем и делаем прибавки почаще мы делаем прибавки этот вопрос мне нужно еще выяснить я знаю что я получу ответ вам как хочешь вам как хочешь но я все-таки выясню вот на самый главный вопрос как я набираю как в общем петельки планки превращаю в петли будущего реглана я вам показала все теперь вот можно будет вязать поворотными рядами но мне осталось благодарить всех за внимание пожелать вдохновение удачного воплощения всего задуманного дерзайте экспериментируйте пробуйте и у нас всегда обязательно все получится до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут снято